Доброго дня, уважаемые радиоуслушатели! В эфире ЛПЛН-ФМ, программа Лига справедливости, я ее ведущая Иванова Екатерина, юрист по банкротству. Тема нашей сегодняшней программы – пособия на детей. В течение этого эфира мы с вами поговорим обо всех федеральных выплатах и пособиях, которые могут получить родители маленьких детей и подростков, о перечне документов, необходимых для их назначения, а также о распространенных причинах отказа. Обо всем этом поподробнее далее. Федеральные пособия – это выплаты от государства. Я расскажу, на какие суммы можно рассчитывать и для чего это нужно. Существуют следующие виды пособий. Пособия на постановку на учет в ранние сроки беременности, пособия по беременности и родам, единовременная выплата при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, ежемесячное пособие на первого и второго ребенка до трех лет, ежемесячное выплата на детей от трех до семи лет, ежемесячное пособие на детей от восьми до семнадцати лет, а также материнский капитал. Ежемесячное пособие при постановке на учет в женской консультации. Государству выгодно, чтобы дети рождались здоровыми. Чтобы беременные не тянулись с визитом к врачу, государство готово платить им деньги за раннюю постановку на учет по беременности до 12 недель. Но только тем, у кого невысокий уровень дохода. Размер пособия составляет 50% от величины прожиточного минимума в регионе, где живет женщина. В среднем 7586 рублей. Но в зависимости от региона сумма будет и больше или меньше. Но на это пособие могут рассчитывать беременные при соблюдении следующих условий. Наступила 12 неделя беременности. Среднедушевой доход каждого члена семьи не превышает прожиточный минимум. У семьи нет лишнего имущества, а именно дополнительных квартир или машин. В случае, если в семье более одной квартиры или более двух машин, в пособии будет отказано. У членов семьи есть доходы, либо объективные причины, почему этих доходов нет. Это называется правило нулевого дохода. Помогать тем, кто пытается обеспечить себя и свою семью, а не тем, кто хочет жить только на пособие. Доходов может не быть. Например, если женщина была в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Это уважительная причина отсутствия доходов. Индивидуальные предпринимательницы также могут получить это пособие, если у них соблюдаются перечисленные условия. Как получить данное пособие? Для этого нужно в первые три месяца дойти до участкового гинеколога и завести карту. Затем нужно будет подать заявление через сайт госуслуг, либо личное выделение пенсионного фонда России своего региона. Заявление можно подать, начиная с шестой недели беременности, но пособие будет приходить только с 12 недели ежемесячно до месяца родов. Пособие по беременности и родам. В быту эти деньги называют декретными. Пособие выплачивается один раз перед уходом в отпуск по беременности и родам, чтобы компенсировать женщине потерю зарплаты до и после рождения ребенка. По закону в декрет можно уйти в 30 недель, это седьмой месяц беременности. В некоторых случаях раньше. Минимальная сумма декретных для работающих по трудовому договору 70 324 рубля 80 копеек за весь срок больничного. Максимальная же сумма за 140 дней декрета 360 164 рубля. Положено же это пособие всем беременным, работающим по трудовому договору, студенткам, очного отделения, женщинам госслужащим, муниципальным служащим и военнослужащим. Пособие оформляют на основании больничного листа. Женщина должна написать заявление на имя работодателя и приложить к нему больничный лист. В 2022 году это пособие перечисляют вообще без заявления. Женщина со статусом ИП тоже может получить декретные, если она застраховала себя добровольно в фонде социального страхования. Сделать это нужно в предыдущий год до наступления беременности и уплатить страховые взносы. Декретные пособия не облагаются НДФЛ. Будущая мама получит всю сумму без вычета 13%. Единовременная выплата при рождении. При рождении ребенка государство компенсирует родителям часть затрат. Причем эти деньги может получить один из родителей, независимо от того, кто именно уйдет в отпуск по уходу за ребенком. Размер зарплаты тоже не имеет значения. Заплатят даже безработным. С 1 февраля 2020 года это около 20 тысяч рублей. Регионы к единовременному пособию при рождении ребенка добавляют свои выплаты. Чтобы их получить, один из родителей и ребенок должны быть прописаны в этом регионе. Выплату оформляет один из родителей по месту работы. От второго родителя требуется справка, что он не получал эту выплату, если оба родителя безработные и пособия оформляют в пенсионном фонде по месту жительства. Региональные коробки для новорожденных. В ряде регионов можно получить коробку для новорожденного. Это подарочный набор, который выдают родителям или усыновителям при выписке из роддома. В этой коробке детская одежда, аксессуары для кормления, пеленания и купания. Комплект в разных регионах разный. Условия выдачи тоже различаются. Например, в Псковской области вместо коробки для новорожденного в качестве региональной поддержки за рождение ребенка дарят сертификат номиналом 5000 рублей и медаль. Пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Когда у мамы закончится больничная по беременности и родом, может начаться отпуск по уходу за ребенком. В этот период родителю или другому человеку, который сидит с ребенком, назначается пособие, но только до полутора лет. Отпуск со сохранением рабочего места и должности может длиться до трех лет. Пособие могут получать не только работающие, но и безработные разницы в суммах и оформлении. А еще можно совмещать уход за ребенком и трудовые обязанности. И кроме выплаты из бюджета, получать заработную плату на работе. Сколько же платят? Сумма данного пособия состоит от 40% от средней заработной платы за предыдущие два года. На самом деле при назначении пособия рассчитывают средний дневной заработок, так же как и для декретных. Оформляют выплаты по месту работы, а если мать или отец безработные, заявление нужно подать в соцзащиту по месту жительства. Путинские выплаты. С 1 января 2018 года вступил в силу закон о ежемесячных выплатах семьям с детьми. По нему можно каждый месяц получать выплату на первого или второго ребенка. Это не декретные и не пособия по уходу за ребенком, а дополнительная мера социальной поддержки. В народе новое пособие называют путинскими выплатами. Другие годы оно не заменяет, не перекрывает и не отменяет. Путинские пособия составляют один региональный прожиточный минимум на ребенка в месяц. При обращении за выплаты в 2022 году пособие назначат в размере прожиточного минимума на текущий год. Условия для получения путинских выплат следующие. Получить выплату могут родители, чей первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года. Заявитель должен быть гражданином России и постоянно проживать на территории Российской Федерации. Ребенок должен быть гражданином России. Например, если роды были в Российской Федерации, но оба родители и иностранные граждане, то по умолчанию российское гражданство ребенку не предоставляют. Среднедушевой доход семьи за расчетный период не более двух региональных прожиточных минимумов на текущий год. Для трудоспособного населения в Псковской области он не должен превышать 90 тысяч рублей на троих членов семьи. Расчетный период это 12 месяцев. На первого ребенка выплата оформляется в социальной защите, на второго в пенсионном фонде, потому что она будет уменьшать материнский капитал. Пособие назначается до одного года, а затем его нужно продлевать до двух и трех лет. Ежемесячное пособие на ребенка от трех до семи лет. Конкретные условия предоставления выплаты устанавливают региональные власти, но эти условия должны вписываться в федеральные рамки. Размер это 50, 70 или 100 процентов прожиточного минимума на детей в регионе, зависит от степени нуждаемости. Положено семьям с детьми от трех до семи лет, включительно при соблюдении ряда условий. Родитель гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории РФ. Ребенок гражданин Российской Федерации. Средний душевой доход семьи не больше прожиточного минимума на душу населения в регионе. Имущество семьи не более установленного перечня. К примеру, в семье есть только одна квартира и одна машина. У членов семьи в расчетном периоде были доходы, либо уважительные причины их отсутствия. Заявление на выплату можно подать через госуслуги или в соцзащите. Сначала выплату назначить на год, потом ее можно продлить по заявлению. Деньги платят до тех пор, пока ребенку не исполнится 8 лет. Пособие на ребенка от 8 до 17. С 1 июля 2021 года появилось федеральное пособие на детей до 17 лет. Оно назначается во всех регионах и на одинаковых условиях. Размер же пособия 50% прожиточного минимума на детей в регионе. В 2022 году это почти 7 тысяч рублей в месяц. Вот кто может получить этот вид господдержки. Единственный родитель ребенка, то есть второй родитель умер или пропал без вести. Отец указан в документах со слов матери или вообще не вписан свидетельство о рождении. Один из родителей, в пользу которого назначены алименты на ребенка по решению суда. Также есть общие условия, аналогичные для других видов пособий. Получить же это пособие можно, подав заявление на госуслугах или в Пенсионный фонд России. Пособие назначается на год, а потом продлевается по новому заявлению. Еще выплаты на детей до 16 лет бывают в регионах. На практике такое пособие есть не везде, а назначают его, как правило, малообеспеченным семьям. Разовые выплаты из материнского капитала. Этот вид господдержки появился в 2007 году, а с 2020 года назначается даже на первого ребенка. Право на мытномат капитал подтверждает именной сертификат. Его можно получить под заявлением в Пенсионном фонде Российской Федерации или автоматически на госуслугах. Сумма зависит от года рождения ребенка и того, какой он по счету в семье. Обычно маткапитал получает женщина, которая родила или усыновила ребенка. Если мать умерла или лишена родительских прав, сертификат дадут отцу или усыновителю. Оформляется в Пенсионном фонде Российской Федерации или на портале госуслуг. Итак, пособий и выплат множество, условий для их получения еще больше. Во всем этом легко запутаться. Чтобы были четко, ясно и полно разобраться в своих правах и в том, что положено именно вам, простая рекомендация – обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам. Сегодня в эфире ПЛН-ФМ мы говорили о пособиях на детей и подростков. Если у вас, уважаемые радиоуслушатели, появились какие-либо вопросы по теме сегодняшней программы, вы можете обратиться с ними в нашу юридическую компанию «Лига справедливости» по адресу город Псков, улица Гражданская, дом 8, либо оставить свое обращение в группе ВКонтакте или на официальном сайте.